Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Семей» вы смотрите программу «Интернет» и с вами ее ведущая Аселя Гибаева. В данной программе мы собрали для вас видеоролики из социальных сетей, которые были сняты вами, то есть жителями нашего города. Как всегда, мы затронем актуальные проблемы, которые то и дело возникают у горожан. Ну что ж, начнем! Резкий скачок цен на овощи возмутил жителей города-семей. С каждым днем цены на социально значимые продукты растут. Например, цена за килограмм картофеля превышает 400 тенге. Люди такими ценниками, конечно же, недовольны, ведь картошка всегда была самым доступным продуктом для всех жителей. Семейчане, смотря на цены, не верят своим глазам, а в некоторых магазинах и вовсе внешний вид овощей не привлекает и не вызывает аппетита. В управлении предпринимательства говорят, что подъем цен сезонный и ситуация скоро стабилизируется. Такой рост цен наблюдается во многих регионах Казахстана. Вопросы в комментариях. Где вы нашли картошку по 250? Ну а если честно, у нас в магазине по 380. Также и я. Вчера утром доча попросила приготовить борщ. Оставила детей в садике, пошла за овощами одна. Маленькая капуста, одна морковь, три свеклы вышла мне в тысячи тенге. Картошка дома имелась. Если бы я еще картошку купила, как дальше будет, не знаю. Продукты очень подорожали. Овощи никогда так не стоили, как сейчас. Жителями Семея построено новое место для отдыха «Заря». Территория пляжа посыпана песком. Установлены мусорные контейнеры, пляжные зонты. Дорога запетонирована, опорочные обшиты. В общем, все для удобства граждан. Неравнодушные жители района «Заря» построили все собственными руками и за собственные денежные средства. Открытие городского пляжа бурно обсуждают в социальных сетях. Теперь городской пляж может посетить каждый. Всем еще раз слава молейкум, пацаны. Такой объем работы сегодня выполнили. Обшили дерево. Можно было сидеть в виде лавочек. Полностью подвели, покрасили, загетонировали все. Завтра будем здесь выставлять ограждения. Убрали одно большое дерево, дошло маленькое. И, грубо говоря, сегодня 10 машин. Пискафит. Да, я вам дам все сердечно. Так же устанавливаем два туалета. Устанавливают контейнеры. В общем, вот такой объем работы на сегодня выполнили. Уже вид другой. Все еще раз ослаблено. Продолжение следует... Продолжение следует... Набережной семьи требуется ремонт. Стены покрыты трещинами, сколами и различными граффити. Мусорные контейнеры нуждаются в замене. Семьичане хотят видеть благоустроенную набережную. Одна из наших достопримечательностей – это набережная, которая находится в плачевном состоянии. Природа – самый лучший художник. Живописное, тихое место. Но много пострадало от действий вандалов, выразила жительница семея. Продолжение следует... У жителей многоэтажки вот уже неделю из крана течет грязная вода, которая приобрела ржавый оттенок и появился осадок. В социальных сетях появилось большое количество жалоб. В отдельных микрорайонах города холодная вода отключена, а горячая бежит ржавчиной. Сейчас проводится перенастройка систем водоснабжения. В течение недели планируется запустить магистральный водопровод с полным восстановлением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На 20-м Кватале то же самое. Неделю воду с крана пить невозможно, покупаем. Тоже после ремонта пошла нечистая вода. Дома дети, боюсь, как бы с крана не пили. Называется трубу меняли, так лучше бы старую не трогали. 21 век, а воду покупаем. Вообще, вода в этом году стала большущей проблемой этого города. Что это? Жители семьи часто жаловались на плачевное состояние дорог. Поэтому в городе начались ремонтные работы. Ранее в социальных сетях появились десятки видео с ямами в разных частях семьи. Жители жалуются, что после зимы асфальт буквально растаял вместе со снегом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жители недовольны тем, что набережную города превратили в базар. А именно то, что там на прокат сдают велосипеды и самокаты, не объясняя правила безопасности. Благодаря чему многих пеших отдыхающих, проезжая, задевают велосипедисты, которые катаются по набережной. Также многие торговцы не занимаются уборкой мусора после себя, что еще больше возмущает граждан. Это неудобно и небезопасно, но есть и жители, которым по душе такое место для отдыха. Торговля на набережной – это отлично, ведь можно после прогулки купить мороженое и посидеть на лавочке. Да и детям нравится, выразила жительница семей. Субтитры подогнал «Симон»! На этом все, дорогие телезрители. Не забывайте посещать наш официальный сайт семей.тв.кз, где вы найдете все выпуски нашей программы. Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин